МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Ярославской области действует 110 офисов ломбардов. Ярославцы пользуются услугами ломбардов. Об этом говорит статистика. По состоянию на текущий момент в этом году выдано более 276 миллионов рублей займов. И увеличение составило 11% по сравнению с прошлым годом. А зачем нужны ломбарды? Ведь есть и другие кредиторы, банки, МФО. В чем их отличие? Основное отличие ломбардов от других кредиторов – это предоставление займов под залог ценных вещей. Это самое главное отличие. Обращаясь в ломбард, вам не нужно поручителей, не нужно дополнительных обеспечений. Необходим только паспорт, ценная вещь. И быстро, в короткое время вам будет предоставлен заем под залог ценных вещей. Тогда в чем отличие ломбарда и комиссионного магазина? Ведь в комиссионках тоже оцениваются и реализуются наши вещи. Основное отличие состоит в том, что цель ломбарда – предоставить денежные средства в заем под залог ценных вещей. А комиссионные магазины берут товар на реализацию и выплачивают вам вознаграждение после того, как товар будет реализован. В этом и состоит очень важное отличие. А какие вещи можно сдать в ломбард в качестве залога? Традиционно в качестве залога используются золотые украшения. Это традиционное залоговое имущество. Кроме того, ломбарды могут принимать любое движимое имущество. Это и компьютеры, и меховые изделия. Отдельно предметом залога выступают транспортные средства. Необходимо помнить, что в качестве залога не может выступать недвижимое имущество и бумаги, например, ПТС. Все заложенное имущество в обязательном порядке страхуется. Ломбардом и обеспечиваются меры по его сохранению. Что будет, если займ не погасить? В случае непогашения займа происходит обращение в взыскании на заложенное имущество. Имущество продается. Правда, у ломбарда должны в течение... Имеется один месяц в качестве льготного периода, в течение которого ломбард не имеет права реализовать заложенное имущество. По истечении этого срока заложенное имущество продается и заем погашается. Это как раз и есть еще одна особенность ломбарда, что больше никаких денежных средств, никаких взысканий с заемщика не взыскивается. Какие изменения произошли на российском рынке ломбардов и какие только произойдут? В Актерибе этого года вступили изменения в закон о ломбардах. В частности, изменился порядок реализации заложенного имущества. Теперь имущество стоимостью... На открытых торгах реализуется теперь имущество только стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Раньше это было 30 тысяч рублей. И второе изменение касается суммы предоставленного займа. Теперь сумма предоставленного займа не должна превышать сумму оценки заложенного имущества. В следующем году произойдут изменения, касающиеся допуска юридических лиц на рынок ломбардов. Они должны будут пройти процедуру допуска Банка России. И, кроме того, изменения коснутся оформления договора займа. Если сейчас договор займа оформляется путем выдачи залогового билета и индивидуальных условий потребительского кредитования, то со следующего года будет оформляться только один залоговый билет, который будет содержать все необходимые условия, предусмотренные требованием законодательства. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сейчас воспользоваться услугами ломбардов и не попасть в руки к мошенникам? Вы должны в первую очередь убедиться в том, что ломбард, к которому обращаетесь, находится в реестре Банка России, то есть является легальной финансовой организацией. Это можно проверить в реестре Банка России, на сайте Банка России. Кроме того, необходимо прочитать и изучить внимательно все документы, которые вы подписываете. Это должны быть в настоящее время, как я уже сказал, залоговый билет и индивидуальные условия потребительского кредитования, чтобы не попасть, скажем так, на мошенников и не заключить не договор займа с ломбардом, а какой-то иной договор, который не будет обладать необходимой юридической защитой. Спасибо большое, Евгений Борисович. Спасибо. 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 Спасибо.